так мы с вами пришли мне в мастерскую и вы видите уже попробовал кое-что наклеить и вроде бы как она выглядит и неплохо вот куски коры которые я добыл сейчас я буду их обрезать в размер а потом просто клеить и слой за слоем штука за штукой должна вот эта вещь полностью обклеить я надеюсь что мне хватит этой коры не советую это дело делать неподготовленным людям я все-таки проработал долгое время столе рам тоже и поэтому у меня это лучше получится я останусь с пальцами теперь возьмем клей и будем подбирать наиболее подходящие кусочки друг друга закрепляю это все при помощи ленты и дам немножко подсохнуть теперь она смотрится довольно таки неплохо этот слабенькая ну ничего мы сейчас аккуратненько еще раз повторяю ребята не делайте так никогда как я сейчас показываю потому что у меня очень много знакомых без пальцев тех же стойлеров которые уверились что они могут обойтись без защиты посему пальцы как можно дальше ну что ж выглядит довольно правдоподобно сейчас мы еще с вами тут пройдемся нашим уксусом то что я хочу одну из этих нигде я купил я хочу чтобы одна из них была серая постаревшая такая от времени а вторую я хочу сделать более светлую то есть раствором кофе пойду должно получиться уже интересно кору тоже будет брать кору пройдем высохнет пройдемся еще наждачкой и потом еще раз теперь немножко зашкурим края можем подсушить высохнет совсем будет похож на старый пенел в том самом магазине я вам показывал я взял вот такие еще вспомогательные вещи то есть сухой может быть то что у меня получится но пока этого нет я хочу с помощью пистолетика это сюда приклеить и к этому у меня еще есть такие древесные грибы тоже хочу приклеить по краям ну и как вам такой поворот выглядит уже более-менее стареньким ну и так как такие грибы как правило не растут одни мы им сейчас подклеим еще парочку ну вот торжественно перерезаем и перекусываем ленточку которая это все держала и теперь давайте пойдем посмотрим на месте как это все будет выглядеть ну вот теперь давайте мы его поместим пенел там где он должен находиться по идее так и посмотрим как это выглядит а выглядит это вот так то есть выглядит абсолютно похоже и я думаю что с этим можно очень многое что сделать представьте себе если я положу здесь грибы и картофель и грибную похлебку да или же закопченный чайник поставлю или же котелочек сухой и здесь рыбка будет лежать да много что можно придумать можно придумать ягоды рассыпать здесь тоже сфотографировать то есть это очень благодатненький такой грунт хинтер грунт это бэкграунд или фон и я думаю что вам это видео пригодится и вы тоже последуете моему примеру а до этого всего вам доброго пока ребята и